Туризм в стиле экстрим становится все более популярным в мире. В Кировской области прошел чемпионат ПФО по комбинированному туризму в Ядский Лось, как это было в нашем специальном репортаже с места событий. Команда ждет сложнейший маршрут протяженностью 40 километров, который нужно пройти на время за двое суток. Каждая группа состоит из четырех человек. В этом году на соревнования заявились 13 команд. Судьи смоделируют экстремальные ситуации, которые могут возникнуть в туристских походах и повседневной жизни. Сильно пересеченная местность, неблагоприятные метеорологические условия, хроническое недосыпание – это лишь малая часть того, с чем участникам придется столкнуться. Попарник стягнут, а нет? Да! Напровождаем его! В конкурсную программу у Вятского Лося входит и разбивка лагеря, и сбор даров природы, приготовление пищи, наведение переправ и многое-многое другое. Вместе с любителями и спортсменами впервые на соревнования приехали три команды сотрудников МЧС – представители Кировской специализированной пожарно-спасательной части. Район действия спецназа МЧС – территория всей области. Личный состав должен быть готовым к реагированию на любые происшествия. Это универсальные спасатели. Поэтому участие в соревнованиях в Вятский Лось – отличная возможность проверить силы. Испытания, с которыми пришлось столкнуться, не были заранее известны. На этот раз главной проверкой на прочность стала погода. Плюс три днем и минус 15 ночью. Температурные аномалии предельно осложнили сплав по реке. С другой стороны позволило страдать условия, когда физические силы команд быстро подошли к концу. Когда они транспортировали лодки, замерзшие, обледенелые по лесному массиву до дорожного полотна. Качество физически очень нам помогли. Особенно мы смогли отличиться на водных этапах, когда пришлось сплавляться 6 часов по реке Вятка. Местами лед стоял и толщина его была 1,5-2 см. Ломали лед веслами, топорами. И они в итоге пришли первыми на этом этапе после гонки 8-часовой. После предельно утомительного сплава и пешего перехода команда ожидала новое испытание. На этот раз проверялась не сила, а знание и смекалка. В лесном массиве оказалась группа пострадавших туристов. Нужно определить, что случилось с людьми, оказать им первую помощь и попытаться доставить до населенного пункта. И здесь начинаются сказываться сутки напряженного пути без сна и практически без отдыха. Закаленные в чрезвычайных ситуациях спасатели допускают детскую ошибку. Всех у вас одна ошибка. За ее штрафовать я не буду. Мышать, смысл... Вы никто не вызвал службу спасения 112. Хотя понятно, почему никому в голову не пришло позвонить по 112. Обычно по этому номеру звонят им, спасателям. Был трудный ночной переход. Мы шли, я уже просто на ходу засыпал. Это было очень трудно. И, конечно, было иногда желание просто на все этапы уже не заявляться и, не знаю, сняться, ехать домой. Как нам всегда судьи подсказывали, поедете домой, теплый чайок, печенюшки. Нам было очень тяжело, но мы не сдавались. Времени на сон у участников соревнований практически не было. После сложных переходов появились реальные пострадавшие. Один из ребят поранил ногу. Помощь пришлось оказывать в походных условиях. На третий день соревнований участники использовали любую возможность взревнуть. Получалось не всегда. Наши соревнования проводились даже более двух суток. И мне удалось поспать за это время ноль минут. Еще один этап соревнований – спуск с высотного здания. Финал уже близок. В честь и профессиональных спасателей первый блин оказался некомом. Все три команды МЧС не только прошли дистанцию до конца, но и боролись за высокие места. В итоге спецназ МЧС – бронзовый призер. Первое место у чемпиона в прошлых лет промышленных альпинистов из Альп-центра. Второе заняла команда туристического клуба «Камелот». Как обещали судьи в самом начале, вятский лось запомнится ребятам на всю жизнь. Михаил Кунышев при содействии пресс-службы Главного управления МЧС по Кировской области.